Безопасность и долговечность. Депутаты Карагандинского городского маслехата продолжают инспектировать ход работ на детских игровых и спортивных объектах. Какие замечания и пожелания они сделали подрядчику в сюжете Ирины Вобещевич? Подрядчик что он выполнит, что вы закажете? Понятно, в рамках подрядских деревьев в дворовых территориях есть отделный подрядчик. До начала работы мы все равно заходим, кранирование, штамп поднятия делаем. В любом случае эти работы проводятся. Это все связано с безопасностью, мы это понимаем. Есть где, у Пуши есть и есть, но там, да, 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 вот такие вот мелкие вот эти вот нюансов много, но надо ее как бы на месте сразу решать. Брусчатка, бетонограждение и тартановое покрытие на такой стадии сейчас работы по установке детского объекта на Карбышева-2. А еще недавно здесь был пустырь и дети довольствовались остатками советских конструкций. После мы идем по этапу, это уже у нас детские элементы и спортивные элементы. Они делятся на две части у нас. Спортивные, то есть, допустим, с левой стороны и детская, с правой. Более современные уже какие-то элементы, там бывают даже детские, либо спортивные, что-то уже другой элемент какой-то. Ну, у нас есть дизайнеры. С каждым годом мы все лучше и новое как-то разрабатываем. Подрядная организация 15 лет занимается детскими объектами. Говорят, что прежние площадки не сравнить с нынешними. С учетом пожеланий и замечаний, в том числе депутатов, каждый раз вносят изменения. Первые вот эти вот, знаете, да, когда устанавливали, у них качества не было. А сейчас уже год за годом, сейчас вот требуем качества. В том году у меня на прудах сорвалось вот это вот футбольное поле, ну, как стележ, вот это вот зеленое насаждение, вот, искусственное. Она вот сорвалась, и парень чуть не погиб. И после этого вот с того года уже начали вот тартановое покрытие. Она лучше и эффективнее. Когда элементы будут ставить в детских площадках, надо еще будем объезжать, смотреть все полностью в плане того, на качество. В этом году район Казыбек-Би разбит на три сектора, и каждый курирует депутаты. По бюджету народного участия производятся установки детских и спортивных площадок в 20 дворах. Помимо этого в 16 дворах тоже идет установка по заявкам депутатов, изучивших потребности населения. Нам нужно, да, у нас дети много, для того, чтобы с детьми играть, мы едем в другие соседние площадки. Пока нравится все, качественно делают. Было бы лучше, если побыстрее все закончили. Сроки окончания также под контролем депутатов. Пока все по графику. В этом дворе на улице СРРК-19 осталось установить горку, тренажеры и качели. Это же еще из советских времен. Старые элементы, которые мы срезаем, демонтируем с площадок, куда мы заходим с ремонтом, мы все эти элементы складируем на площадке. То есть далее мы эти все элементы передаем в органы КСК. Теперь после жалоб населения старыми конструкциями подрядчики не распоряжаются, а жители сами решают, что с ними делать. Только если они будут не нужны, местные исполнительные органы власти их вывезут. Последние два года мы практикуем такое, что во дворы ставим детские площадки 400-1000 квадратных метров. То есть в зависимости от того, какая площадка во двор, скажем так, помещается. Чтобы охватить больше дворов, то есть мы можем делать один большой двор, либо за эти деньги делать условно 7-8-10 дворов квадратурой от 400 до 1000 квадратных метров. И это тоже делается по пожеланиям депутатов, чтобы как можно больше населения почувствовали благоустроительное участие и не оказались обделенными.